Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто впервые открывает подобное видео на YouTube, я перевожу на русский язык новости, которые происходят в стране Турции. Самое главное, я также освещаю мнение людей, что сами граждане Турции и турки думают о произошедшем. Сегодняшний выпуск в основном будет посвящен взрыву и теракту на улице Токсин и Стекляй. Хочу детально, подробно разложить по полочкам, что происходило, какая поочередность событий была и что люди думают здесь на самом деле на эту тему. В прошедшее воскресенье в районе 16.20 вечера, это было воскресенье, произошел взрыв. Если кто не знает, что такое Стекляй, в принципе, площадь Токсин. Это самая оживленная туристическая площадь и улица в Стамбуле. Там просто неимоверный поток людей. И воскресенье, это выходной день. Все там и местные, и жители, и туристы. И такой поток людей вы себе не представляете. Там просто порой очень трудно пройти. Так, для исторической справки, площадь сама по себе Токсин, это очень часто место митингов и протестов, которые были уже в стране в 15-17 году. Поэтому само место, оно всегда было опасным. И поверьте, я очень часто там бываю, и я тоже всегда думала, что не дай бог что-то произойдет, куда здесь можно бежать, какой большой поток людей. И ты просто, если ты не попадешь в какую-то экстра ситуацию, то как минимум тебя там, не знаю, затопчут, и в живых трудно будет остаться. Пострадало 81 человек, были госпитализированы. На месте 6 погибли. А на следующий день уже 50 с лишним человек выписали из больницы, оказали первую помощь. Они в госпитализации не нуждались. 6 человек остались при этом в интенсивной терапии. Когда произошел этот террористический акт, буквально в первый час мэр Стамбула заявил о том, что это террористический акт. Здесь везде, как и во многом везде в мире, но в Стамбуле в частности, на каждом просто углу везде есть камеры. Чтобы что-то осталось незаметным или кто-то, это просто невозможно. В первые 40 минут после этого происшествия уже в Твиттере, в интернете курсировали, назовем так, видео. Моменты самого даже взрыва, людей, в общем, без какого-либо блера, все, как оно было. Страшные довольно-таки видео были. Также, естественно, туристическое место. Многое видео снимали сами туристы, когда там прогуливались. Когда уже после заявило Министерство внутренних дел в стране, взрыв произошел, это был тротил. Оставили сумку посреди, там в середине этой улицы есть лавочки, посидеть, отдохнуть. Вот на одной из таких лавочек оставили эту сумку. Которая потом сдетонировала, и произошел взрыв. По первым сведениям было о том, что это сделала женщина. И вот эти первые курсирующие видео по интернету, некую закрытую женщину в платке, в какой-то непонятной одежде, это все очень плохого качества, естественно, лица там вообще не видно было. Естественно, по городу сразу же пошла система перехвата. По городу было довольно-таки трудно передвигаться. Проверяли полицейские кордоны, выставили посты, проверяли все машины, естественно, любые подозрения. Позже уже вице-президент Октай заявил, что этот теракт совершила женщина. Она из Сирии, не турчанка. Она нелегально пересекла границу в Турцию. То есть, как беженцы это делают многие нелегалы. За что сама террористическая организация ответственность не взяла, отказалась. Я напомню, что когда совершаются террористические акты, это акт устрашения, запугивания. И сделан для того, чтобы люди боялись. То есть, да, сам акт устрашения, если мы само определение берем. И те, кто его делают, какие-либо террористические незаконные компании, так назовем, они заинтересованы в том, чтобы подписаться под этим, да, показать, да, это мы такие страшные, это нас надо бояться, это мы качаем какие-то права, это мы запугиваем. Что интересно, террористическая организация отказалась. Ну вот на данный момент, пока я снимаю видео, подтверждений их никаких не было, причастности к этому деянию. Что вообще у нас внутри в социуме, в обществе произошло? Когда это произошло, все были, конечно, в шоке. Я в том числе, я просто чудом не оказалась в это время в этом месте. Хотя я собиралась в тот день куда-то в центр поехать и, возможно, и побыть на Стекляль, потому что я очень часто в выходные там бываю, такое ощущение туристическое, там есть классные рестораны хорошие. В общем, у меня, конечно, было первое, это шок. Следующая эмоция. Все начали обсуждать, что это такое было, акт устрашения кого или чего, да. Естественно, общество сразу разделилось на два полушария. Есть кто-то, кто, да, это террористы, вся вот эта история, то, что обсуждается официальная версия государства, вторая часть людей. Не могу сказать, в каком процентном соотношении, но которые рассуждают на эту тему, а кто сделал, составляют там причинно-следственные моменты. В принципе, вот эта террористическая история в Стамбуле затихла с 17-го года, было и вообще по Турции, в Анкаре еще были тогда теракты, ты можешь посмотреть историю, был довольно-таки спокойный, что вот типа опять вся эта история начинается. Когда в Твиттере начались эти перепосты, именно не только видео вот этих с камер наблюдения, самых первых не заблёрленных, где все видно, когда у нас всегда, когда что-то криминальное, экстраординарное, когда, например, землетрясение или что-то такое, природный катаклизм, политический катаклизм, либо на уровне государства масштабы такие, у нас всегда сразу же вырубаются соцсети, сразу идёт снижение трафика, об этом было заявлено официально. Сначала заявили о том, что запрещают буквально через первый час делать перепосты, вообще любую информацию в СМИ публиковать по поводу теракта. Запрещены были видеоэфиры, прямые телекомпании официальных, государственных с места произошедшего. Всё это обсуждалось на уровне студий, в телеканалах, каких-то экспертов подключали, советников и так далее, но каких-либо конкретных кадров, кроме самых первых, вообще в поле зрения не было, и в интернете в том числе. Затем снизили трафик, да, у нас отрубили WhatsApp, YouTube, Instagram, Telegram работал. Если вы с VPN подключаетесь, всё это работает. Но это отключалось, кстати, не у всех, у меня вообще всё работало, VPN я вообще не пользуюсь. В общем, я не знаю, от чего этот провайдер или ещё чего-то зависело, но в районе 45, там, статистику я видела в интернете, опросы турецкие опросники, что в районе 45, там, процентов граждан в стране, они испытывали проблемы с подключением к соцсетям, к, там, доступу к данным каким-то, даже к мессенджеру, WhatsApp и так далее. У всех по-разному это было. Что произошло? Люди, конечно, все вообще от этого ещё больше напряглись и уже начали в кулуарах между собой, там, переписываться, общаться при встречах об этом, судачить и разговаривать. Естественно, следующий день после теракта, это был понедельник, и все, естественно, только об этом и говорили. И у всех очень смешанные чувства, смешанные мнения по этому поводу. Появилось видео официальное от, ну, назовём так, ФСБ турецкого, да, как задерживают эту женщину, доставили её в полицейский участок, проходил у неё досмотр, осмотр. Затем у неё кадр был, фото везде СМИ распространяли. Как, конечно, никакого интервью с ней, допроса, элементов не было в соцсетях, только её фотография и обсуждение, что вот это она, поймали и так далее. Уже к этому моменту запрет на публикации, запрет на соцсети трафик обратно, раззамедлили, назовём тогда, ускорился трафик, проблем с выгрузкой информации, доступа в соцсети уже не было. Люди опять начали в Твиттере писать о том, сомневающихся, или людей, ну, скажем так, теорий заговоров и так далее, они очень популярны в любой стране, и такой есть процент людей. В общем, что, как общество к этому относится, вот так, а она, не она. То есть, ну, это уровень сплетен, естественно, человеческих. На уровне государственной информации СМИ, то весь вечер вчера в ток-шоу шли, в дебатных ток-шоу шли обсуждения, и эти фотографии с этой женщиной, и связи, как это могло произойти, как она могла пересечь границу, кто в этом виноват, почему не усмотрели, вообще, как у неё оказался тротилы, какой она могла иметь доступ, и вообще, в принципе, как люди могут иметь доступ к каким-то там химическим элементам, производить там бомбы, и вот в эти вот все демагогические, по сути, рассуждения происходили. В соцсетях какие-то профессиональные аккаунты, бизнес, знаменитые люди и так далее, все соболезновали тому, что произошло на площади жертвам, свидетелям. Все, конечно, в таком очень подавленном, друченном состоянии, потому что в стране это уже не первые такие случаи, они периодически, напомню, в 2017 году последние были, поэтому не супер что-то новое. И опять все, знаете, такой ляк депрессуху, тон настроения понизился у людей. По итогам, шесть пострадавших на месте людей, точнее, которые погибли, это все граждане Турции. Три россиянина, по информации от нашего МИДа, посольства, российского посольства, консульства здесь в Турции, три россиянина были в больнице, вышли из госпиталя, других пострадавших нет. По другим странам особо статистику я не видела, каких стран люди пострадали. Выписаны были, но вот так, что тут еще скажешь. Это ужасно, страшно. На следующий день, кстати, территорию, где был взрыв, это, если кто был, гулял, это возле магазина «Манго», прямо напротив пресса, там есть огромный магазин «Манго» с одеждой. Это, в принципе, не в середине даже, а в начале улицы. Совершенно далеко противоположно в начале отношения всяких консульств и других стран представительств. В общем, это самое именно, где люди ходят, покупают, кушают. А вот именно движуха самая больше происходит. Тем более, это еще воскресенье, консульства всякие, они в эти дни не работают. То есть это не было покушением или провокацией к какому-либо консульству. Об этом тоже просто теория была, об этом говорили. На следующий день же, в понедельник, сразу вывесили около тысячи флагов Турции. То есть красный флаг с звездой месяцем. На фоне этого в понедельник, последующая, уж последняя будет новость, произошла, знаете, как-то очень мимо просхользнула, на это не обратили вообще внимания. Встретились глава ЦРУ и с российской стороны Патрушев в Анкаре. У них была встреча. Какие темы, что как. Сначала это была информация как бы неофициальная, как на уровне сплетен. Потом уже официально заявили об этом, что была встреча. Встретились. О чем судачили, что обсуждали, неизвестно. Но вот на территории Анкары это происходило в других бы обстоятельствах. Это было очень значимо. На фоне траура, который в стране, это, конечно, прошло мимо. И особо внимания этому не уделяли. Вообще наплевать, честно говоря, про жителей, кто здесь. Если мы берем новости по дорожанию инфляции, я вам хочу отметить, что я буквально на днях натолкнулась на такое видео в новостях. Естественно, все дорожает. А зарплаты не сильно у нас индексировались. Хоть и средний прожиточный уровень поднялся, да, мрот. Но в любом случае сейчас она составляет 7200-400 лир. Очень статистика печальная, скажем так. Очень многие люди не могут себе позволить покупать мясо, рыбу, какие-либо деликатесы мясные и так далее. То есть фактически хорошо, что у нас есть доступ к фруктам и овощам сезонным, крупам различным, макаронам и так далее. Но, в общем, статистика такова, что на данный момент, если мы берем среднее, да, по больнице, очень многие люди не могут себе позволить мясные продукты. И они перешли мясные продукты из категории, назовем так, квалификации среднего, общедоступного, в другой уровень ценового сегмента, менее доступны для среднего класса, средней прослойки людей. Естественно, большое расслойение общества сейчас за этот год инфляции. И ощущается, да, что у бедных и крайней черту бедности перешедших людей стало в разы, конечно же, больше. Ну, это что сейчас в стране происходит. Это вот в телевизоре есть репортажи, официально об этом говорят, приводят статистику цен последних трех лет прошлого года, и что на данный момент сейчас какая цена на какой-то вид продукта, товара и так далее. Вот такие новости о Турции. Я желаю, чтобы никого из вас, кто меня смотрит или наткнулся на это видео, надеюсь, никто не пострадал в этом теракте. Я, слава богу, тоже не пострадала, чему, конечно, несомненно радуюсь, но есть люди, которые пострадали. Турция в данный момент сейчас находится в состоянии, я не назову это шоком, а состоянии некоего удречения, депрессии, неспокойное состояние. И я, честно скажу, по сравнению с предыдущими годами, почему я об этом тоже говорю сейчас, скептиков, людей, не доверяющих, критикующих, обсуждающих, прям чувствуется в общении с людьми, стало гораздо больше. Посмотрим, что будет дальше, как будут развиваться события через недельку, через две с вами еще встретимся в этом же формате новостей Турции и посмотрим, какие новости на эту тему у нас будут еще. Если кому-то нужна моя консультация как психолога, пишите на почту, она всегда в инфобоксе под видео. Пишите к видео обязательно комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!